Большая Евразия 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 Следующий слой. Вот геополитическая модель Макиндера. Мы видим Хартленд, окаймляющий Римленд и внешний или морской полумесяц. Макиндер считал, что со строительством железных дорог через всю Евразию эра мирового господства мировых держав сменится на превосходство сухопутного Хартленда, где появится новая сверхдержава. Но теория Макиндера оправдалась лишь частично. В течение XX века новая сверхдержава в лице СССР действительно возникла, а вот морской железнодорожный транспорт так и не мог составить реальной конкуренции морскому. Это можно считать одной из основных причин, что не позволило в нужной степени реализовать огромный потенциал Хартленда, хотя все же в условиях СССР произошел масштабный звиг индустрии в глубине Евразии. При определении места внутри континентальной Евразии в мировом хозяйстве более непротиворечивой остается доктрина евразийства Савицкого. Дальнейшим развитием можно считать нашу концепцию континентальной океанической дихотомии, суть которой заключается в том, что имеющаяся между континентальными и приморскими странами принципиальная разница в размерах транспортных издержек лежит в основе механизма постоянного перелива доходов от континентальных стран к приморским, что определяет разную эффективность экономики и разную специфику взаимодействия с внешним миром данных типов стран. Количественная оценка степени транспортно-географической континентальности стран Большой Евразии подтвердила, что по размерам территории удаленных от морских путей нет равных в мире. Я не буду перечислять. В России это Сибирь, Урал, частично Поволжье, в Китае Синьзань, Тибет, Ганьсу, Цинхай, частично Сычуань, Шиньси и так далее. Территории Казахстана, Монголии, стран Центральной Азии почти полностью и так далее. При этом подавляющая часть стран, 9 из 14, полностью лишена выхода к мировому океану. И ясно, что вхождение в мировой обмен ультраконтинентальных зон Евразии связано с возникновением значительных транспортных издержек и экономических трудностей. Но, с другой стороны, это и выступает серьезной объединяющей силой, потому что можно осуществлять ближние связи. И перспективным средством можно считать создание международных транспортных коридоров. И вот несколько замечаний по проблеме создания транспортных коридоров. Во-первых, во голову угла ставится обычно транзитная функция данных коридоров. Обеспечение широтных транзитных перевозок между Западной Европой и Восточной Азией. То есть, что означает на деле преимущество транспортировки китайских товаров. Надо ли это России? Актуальны ведь вопросы экономического приближения ее ультраконтинентальных районов к странам Большой Евразии и к основным рынкам. То есть, сооружаясь в целях обеспечения транзитных перевозок, коридоры должны служить поясами более тесной хозяйственной консолидации прилегающих глубинных территорий. Во-вторых, имеются серьезные опасения относительно конкуренции в транзитных перевозках между российским Трансибом и китайским Шелковым путем. Но южный ход Шелкового пути значительно уступает Трансибу по экономическим показателям. Северный ход идет вовсе не в обход России, а также по ее территории на значительном протяжении. Если исходить из общей протяженности трассы, то Трансиб более конкурентоспособен, чем северный ход Шелкового пути, не только для корейских и японских грузов, но и для самих китайских грузов с северо-востока вплоть до Пекина и Тиньцзиня. В-третьих, следующий слайд. Необоснованно мало внимания уделяется проектам и маршрутам международных коридоров меридиональной ориентации. Например, с позиции интересов Сибири перспективно продолжение планируемой железной дороги Курагина-Кызыл в Монголию и Китай, в последующем в Индию и Пакистан. И в-четвертых, в недостаточной мере оценены открывающиеся в связи с созданием международных коридоров новые возможности развития ультраконтинентальных макрорегионов Сибири, Урала и Павловзи. Надо сказать, что для них на широкий международный уровень расширяются перспективы использования принципа континентальных соседств. Вот вы видите расстояние экспортных перевозок из центральной части Сибири к основным отечественным морским портам от 4 до 6 тысяч километров. Таких расстояний нет нигде в мире. А вот при создании планируемых коридоров расстояния до ультраконтинентальных городов Китая будут меньше, чем до отечественных портов. Даже до столиц Исламабад, Кабул, Дели вполне сопоставимы. А в целом же конкурентноспособность экспорта Сибири в страны Большой Евразии будет по ключевому показателю транспортных издержек намного выше, поскольку исключаются дополнительные затраты по перевалке на суда, доставленных грузов протяженной морской перевозки и последующей перевалки опять на сухопутный транспорт. В заключение надо сказать, что уникальное сверхудаленное положение глубинных территорий Большой Евразии относительно морских путей и основных рынков заставляет искать собственные политические и экономические пути в будущее, с тем, чтобы свои недостатки превратить в преимущество. И поиск этих путей должен учитывать разницу коренных интересов континентальных и приморских стран. Поэтому экономико-географический смысл создания Большой Евразии состоит в строительстве долгосрочной и устойчивой континентальной евразийской интеграции посредством активизации международных хозяйственных связей и сооружения транспортных коридоров. Но для беспрепятственного формирования нового полюса мира требуется нейтрализация угроз со стороны коллективного Запада. Отсюда политико-географический смысл создания Большой Евразии видится в определенном альтернативном политическом объединении ряда евразийских стран с целью формирования такого крупнейшего международного региона, который способен противостоять давлению Запада, имея сопоставимые экономические и военно-стратегические возможности, и значительно превосходя его по мощи территориальной, ресурсной и демографической базы. Следовательно, континентальный евразийский проект, хотя и выглядит чисто политически, умеет прочное географическое основание, поскольку всецело отвечает географической специфике и национальным интересам России и большинства прилегающих стран планеты. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok